МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она просто пекла хлеб, может быть, в каком-то донесении, может быть, в каком-то записочке какого-то партизана или командира будет оговорка о том, что сходить к Марии Ивановне в село такое-то, забрать у нее хлеб или забрать у нее чистые постиранные рубашки для партизан. Самое интересное и загадочное место в архиве – это хранилище. Здесь установлено специальное оборудование, которое круглый год поддерживает постоянную температуру плюс 18 градусов, а также полностью отсутствует пыль. Чисто. Соблюдается практически стерильная обстановка благодаря пылеловителям. Такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы сохранить документы, а точнее, их бумажную основу. Здесь документы без срочного срока охранения. То есть сколько будет существовать наше государство, столько будут существовать эти документы. Потому что они в единственном экземпляре, копийных материалов здесь нету, это оригиналы. И многие документы создавались в 41-м году, в 42-м, в 43-м, естественно, в 44-м годах. И, конечно, потеря какого-то документа – это безвозвратная потеря. На основе материала фонда белорусским специалистам удалось создать единственную на постсоветском пространстве картотеку, в которой хранятся сведения о тех, кто воевал в тылу врага. Данная картотека, она в своем роде уникальна. Она состоит примерно из 370 тысяч карточек. Это участники партизанского движения, подпольные деятельности, списки мирных жителей, жителей семейных лагерей, которые создавались при партизанских отрядах. С каждым годом у исследователей появляется все больше возможностей приблизиться к реалиям войны. Войны через судьбы и воспоминания, через Золотой фонд Национального архива. Максим Слиш, Ярослав Навойков, Юрий Величенко, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok